дорогие друзья приветствую вас на зоне сегодня я покажу баклажаны в молочной карамели такая китайская история баклажаны у меня будут хрустящими жареными и молочно-карамельный соус и маленький декор значит я собственно сейчас займусь маленьким декором видите у меня светофор сегодня есть перчики сейчас возьму например зеленый перчик я сейчас смотрите что делаю вот так вот срезаю одну стеночку у зеленого перца и теперь пополам и сейчас моя задача снять мякоть чтобы оставить тонкую кожицу это вот я буду из тонкой кожицы кое-что делать ведь я параллельно доске вот так веду ножик и постепенно снимаю мякоть я ее куда-то на кухне всегда могу задействовать вот я срезаю потихонечку это зеленая долечки вот это будет у меня красная часть я сейчас сделаю с ней тоже самое а потом вы увидите что будет происходить с этими стенками в дальнейшем я вам должен сказать пока я это делаю ребята что обычно зеленый перец сладкий он самый дешевый ну потому что он такой менее ароматный а знаете какой самый дорогой а самого дорогого у меня сейчас и нету ну пошли я евреи понимаете зачем я таки буду покупать самый дорогой перец не на самом деле у меня под цветовой гамме не подошел мне нужно был желтый красный зеленый есть еще оранжевый перец вот оранжевый должен быть самым дорогим потому что он самый вкусный и ароматный вот так вот бывает что цвет может определять сказать вкус значит это красный и желтая часть это немножко муторный процесс вот этот вот именно вот эта часть до приходится аккуратно очень ввести нож да сейчас я еще раз проверяю все чуть-чуть могу себя подкорректировать и сейчас уже пойдет нарезка это будет тонкая соломка но надо чтобы эта соломка попадала в очень холодную воду теперь друзья теперь я беру мисочку и наливаю в нее холодную воду пока из крана у меня вода фильтруются на входе поэтому вы не видите фильтра это вода пищевая вот холодная вода а вот теперь для того чтобы она была холоднючая а не холодная добавлю туда лед вы наверное видели за моей спиной всегда стоит ледогенератор он у меня давно вот он здесь это касса мой любимый прибор потому что он не всегда дает лед у меня всегда на кухне есть лед холодный напиток сделать лимонад охладить какой-то напиток не добавляя его в напиток значит эта машинка она не присоединяется к водопроводу не надо трубы себе ломать там какие-то дырки в них сверлить переходники ставить сюда наливается вода он периодически достаточно много воды наливается вот эта машинка видите красавица корпус из нержавейки прозрачная дверь я вижу всегда лед как идет процесс это кстати очень интересно здесь виден рабочий процесс как машина делает лед 12 килограмм она может сделать за сутки но мне вот так хватает значит машинка делает не кубики а такие знаете наперсточки она дает лед через 5-10 минут после начала работы очень быстро можно получить лед я сейчас ковшиком вот так вот возьму лед и насыплю его мисочку вот смотрите мой любимый лед и теперь я пошел нарезать тонкую соломку весьма длинно видите я нарезаю перчик со стороны мякоти потому что так мне кожа лучше прорезается и вот эти вот соломочки я бросаю в ледяную воду и вот эти соломочки в ледяной воде начнут закручиваться не на глазах конечно по не скручиваются но вот со временем они скручиваются я сейчас вот так сделаю я смогу уже весь желтый перчик нарезать на соломку и понимаете я невеликий любитель какого-то декора который не съедается понимаете когда делают какую-нибудь там ромашку из крутого яйца все ведь понимаю что тот кто это готовил мусорил это яйцо в руках очень долго и такие декоры обычно не съедают понимаете ну перец сладкий а почему бы не съесть получишь нотку такой свежести сладкого перца во рту разве это плохо значит все друзья значит это пока стоит стоит и теперь я занимаюсь баклажанами я сейчас обрежу плодоножку краешки все лишнее и вот я люблю баклажан все-таки через раз дан вы наверно знаете уже мою любовь я так часто огурцы очищаю чтобы кожа не вся была на баклажане а фрагментарно и теперь я нарежу его на кружки наверное еще чуть-чуть я много вот так уж не буду вот мне этого достаточно будет я баклажанчик люблю как вы знаете немножко посолить чтобы из него удалить влагу я беру салфетку посыпаю баклажаны солью и на посыпанную сторону кладу баклажаны то есть я переворачиваю и сюда на салфетку соленой стороной теперь я посыпаю эту сторону так баклажан будет вкуснее высоленный вы понимаете что я потом его буду отжимать и могу закрыть пока еще хотя бы так сказать двумя слоями салфетки и пусть пока баклажан отдыхать я тем временем приготовлю соус вначале молочно-карамельный соус я сделаю ребятки карамель как я буду это делать я беру пару ложек сахара вот у меня сотейничек сейчас включен здесь у меня маслица для жарки баклажана я допустим возьму вот так три неполных столу это столовая ложка не очень большая ложечки сахара и плесну сюда буквально чуть-чуть воды холодная горячая это не важно и начну уваривать то есть здесь наверное три неполные столовые ложки сахара и может быть две три столовые ложки воды вот уже видно как тут уже забулькивает начинает нагреваться и вот со временем сейчас будет образовываться карамель я могу маслица тоже тихонечко от слышен был как партия льда упала в накопитель кстати говоря потому что видеть я лед из машины взял и машина дорабатывает чтобы там был хороший запас льда здесь важно находиться рядышком потому что процесс образования карамели может пойти уже весьма эффективно чтобы не пришлось переделывать чтобы там не сжечь карамель чтобы не было уж такой откровенной жженки вот уже есть коричневый цвет вот так стекает когда тут же такие пузыри пошли еще немножко все и вот теперь я смотрите косулечку сдвинул так прямо в воздухе видите как вспыхивает вскипает молоко здесь вот посмотрите какой интенсивный процесс идет сейчас в сотейничке вот теперь уже процесс так сказать погас и вот теперь карамель начинает растворяться в молоке я могу взять венчик чтобы помочь молоку растворить карамель вот пока карамель идет в сторону она пока отдыхает посмотрите как проявляются уже баклажаны я сейчас могу своим весом так их отжать как говорится то чтобы посол сок вот видите ну что ж теперь масло оно у меня греется и для того чтобы поджарить баклажаны мне нужно их запанировать в крахмале потому что именно это дает им красивый цвет и хруст что очень важно значит я беру теперь терочку небольшой некую и натру чеснок баклажаны высолены и отжаты и чуть-чуть пальчиком прохожусь чесночком но вы же знаете как баклажаны любят чеснок и как мы любим с вами все баклажаны с чесноком верно этого достаточно я промазал просто панирование в крахмале из-за соли баклажаны мокрые на поверхности и на эту мокрую поверхность хорошо приклеится крахмал вот так крахмал кукурузный картофельный неважно кукурузный считается даже несколько лучше потому что он вроде как по мнению китайцев дает больше хруста всегда и сюда отправляется баклажаны и теперь я панирую их в крахмале эта корочка будет хрустящие и поехали жарко посильнее сделаю нагрев я делаю станцию для для обсушивания баклажанов после жарки чтобы впитать лишнее масло так вот видите я немножко регулирую сейчас нагрев побольше поменьше вот сейчас я буду получать хрустящие баклажаны я нагрею соус он у меня относительно остыл помните карамельный да вот я сейчас буду его подогревать чуть-чуть от смотрите какой пучок да вот какой пучок не хай пока лежат баклажанские почти готовой пахнет хорошо соус убираю нагрев я буду укладывать уже для подачи сейчас пойдет вторая партия баклажанов они чуть-чуть соленые вот как надо да и вот это как раз то что любишь то что доктор так сказать прописал вот вот так это уходит это мне на пробу как раз будет пару штучек я сейчас так вторым ярусом вот это будет перечная часть здесь лежать вот так и вот наконец я чуть уварил молочно карамельный соус и он пошел вот так вот сюда пусть он затечет под низ баклажанов а теперь смотрите а вот теперь смотрите а это будет мое мне сладкого ребята нельзя но я уже для вас это делаю потому что вы требуете чтобы я пробовал это как хрустит то что надо вы мне конечно не верите я знаю но попробуйте заставить себя я облизывая губы от сладенького карамельного соуса с вами прощаюсь до встречи с вами сегодня был я и до генератор каза мой большой друг обращайтесь ваш лазерсон пока